Не боитесь ли, что после ваших слов про сотрудничество со спецслужбами Янукович точно откажется давать вам интервью? Мне кажется, Виктор Федорович Янукович очень хочет дать мне интервью. О чем у меня есть косвенное подтверждение, доказательство. И я думаю, что наше интервью с Виктором Федоровичем будет очень интересным. Потому что я думаю, что Виктор Янукович жертва. У меня есть устойчивое уже мнение, что он жертва разыгранной вокруг него комбинации. И я хотел бы с ним об этом поговорить. На интересную мысль наталкиваете. Вы чуть подробнее сегодня расскажете. Не могу. Хорошо. Будут ли в будущем такие же и более резонансные интервью? Александр спрашивает. Не знаю, трудно сказать. У меня выходят параллельно очень хорошие интервью. Владимир Познер замечательный. Александр Ширвиндт. Скоро мы сделаем беседу с моим другом, близким Вахтангом Константиновичем Кикабидзе. Это для сердца, для души. Интервью с Гиркиным очень сложное. Я встал с потной спиной, приросший к креслу. Отлипал от кресла. Это было очень такое тяжелое психологическое интервью. Почти четыре часа. И это же перед тобой сидит не расслабленный киноактер. Легенда твоей юности. Это сидит человек с убеждениями, повторяю, сильный офицер. Видевший смерть, видевший войны, отдававший приказы о расстрелах, который тебе это рассказывает. Там надо было очень точным быть, очень правильным. Ведь был риск, что он может с пятой или с одиннадцатой минуты просто сказать до свидания, интервью закончено. А у меня вопросов много. Но, тем не менее, на тему Мэйч-17 он не захотел говорить. Он несколько раз повторил фразу, которая является ответом на вопрос. Он сказал, Боинг сбили неополченцы. Больше комментариев не будет. Боинг сбили неополченцы. Больше комментариев не будет. Группа Биллингейт скоро даст... Нет, не буду. Группа Биллингейт сама это сделает. И мы все узнаем. Там очень интересная история впереди. Вы держите с ними связь? Конечно. Андрей ставит запитание. Чи хотели бы взяти интервью мерів МИС Донецкой области, которые поддерживали сепаратизм? Они мне не интересны. Ну, просто не интересны. Это не фигуры. Это типичный портрет украинского чиновника-предателя, который не представляет никакого интереса. Можливо, нужно было бы сохранить интервью свечения пока что в таймнице и попрацювать с другими злочинцами. Сергей ставит запитание. Я не мог это держать в себе. Я не мог спокойно есть, спать. Я вам скажу, что я за это время похудел на 5 килограммов. Я так хотел похудеть раньше. Мне для спорта нужно чуть сбавить былый вес. Минус 5. За эти две недельки чуть больше. Невозможно носить это в себе. Ты переживаешь, тебе снится это, ты думаешь об этом. Это тяжелейший внутренний психологический процесс. Ты представляешь себя на месте этих украинских патриотов из Донецкой области, из Горловки, убитых только за то, что они отстаивали честь своей родины. Убитых со вспоротыми животами. Ты себе представляешь среди пассажиров этого Боинга, где было 200 с чем-то, 78 что ли, пассажиров и дети. Ты летишь себе в самолете, и вдруг смерть. Об этом думаешь. Ты себя представляешь в подвалах ДНР, ЛНР так называемых. Вот нас сейчас смотрит мой друг, замечательный генерал СБУ, Александр Николаевич Петрулевич, которого предали, когда он руководил Луганским управлением СБУ областным. Его предали со всех сторон, бросили. Его штурмовали 7 часов. И он защищал управление на фоне предательства тотального. И который потом вывозил со своими друзьями с оккупированной территории, с оккупированной территории врагов Украины, которых потом отдавали. И никто ему даже орден на грудь не повесил за это. А это справедливо. Это справедливо. В Ютубе полная версия интервью с Гиркиным? Да. Я пообещал и Наталье Поклонской, и Игорю Гиркину, что интервью с ними я дам без купюр. Я всегда держу слово. Эти интервью вышли без единой купюры. Когда ждать интервью с Азаровым и Аксеновым? С Николаем Яновичем я сделал два интервью по два часа, и того четыре часа я задал все интересующие меня вопросы. И Николай Янович, мне кажется, был очень откровенен. А с Аксеновым мне не интересен априори. Спасибо. Спасибо.